Давайте внимательно посмотрим на то, как работает наша рекурсивная реализация алгоритма EFCLID. Попробуем посчитать gcd 24,9. Вызывать мы это не будем, вместо этого посмотрим, что происходит. 24,9, конечно же, не равняется 0, при этом 24 больше 9. Поэтому пойдем во вторую ветку нашего оператора if и заменим 24 на остаток отделения на 9. Ну давайте возьмем и заменим. Остаток отделения 6, 9 мы при этом оставим без изменений. Делаем еще один мысленный рекурсивный вызов. На этот раз мы попадаем в последнюю ветку оператора if, потому что a меньше, чем b. А мы оставляем без изменений, а b, то есть 9, заменяем на остаток отделения, то есть на 3. Следующий рекурсивный вызов соответствует случаю, когда a больше или равно b, потому что, очевидно, 6 больше 3. И мы опять заменяем первый аргумент на остаток отделения на второй. Следующий рекурсивный вызов приведет нас в базу рекурсии, но тут уже ничего интересного нет. Можно заметить, что если в некоторый момент времени мы заменили первый аргумент на остаток отделения на второй, то на следующем вызове мы обязательно заменим второй аргумент на остаток отделения на первый, то есть попадем в другую ветку оператора if, просто потому, что после операции остаток отделения первый аргумент стал строго меньше. То есть в эту ветку мы попасть уже никак не можем. Давайте попробуем реализовать эту идею явно. Очередная версия GCD, мы этот раз за номером 4. В базе рекурсии у нас останется без изменений. А далее оператор if продолжаться не будет, потому что что мы сделаем? Мы вместо первого аргумента подставим остаток отделения второго на первый, а вместо второго подставим первый аргумент. Таким образом мы явно осуществим чередование, которое до этого за нас сделал оператор if. Посмотрим, не возражает ли тест. Тест не возражает. Это версия GCD, которую вы, скорее всего, видели в учебнике Кормана и сотоварищей. Вот такой вот нехитро выглядающий алгоритм придумал господин Евклид.